Все вы наверняка слышали и знаете что-то о таком месте, как Backrooms. Но вряд ли кто-то из вас знает, откуда вообще пошел этот миф. Как и не знал вот этот парень. Три года назад он пропал в штате Калифорния. Они поехали на отдых всей семьей, разложили палатки и пока семья отдыхала, мужик просто решил отойти в туалет пописать. Но вдруг он заметил нечто, после чего захотел еще и покакать. Всем привет дорогие друзья, меня зовут Михаил. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. А они теперь будут выходить, кстати, почаще, как вы заметили. Ну и как обычно, по традиции, в этом выпуске я собрал три самых страшных истории, которые никто не может объяснить. Так что не будем тянуть кота за яйца. Начинаем. После увиденного на этом видео, люди в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то считает, что чувак настолько сильно любит Backrooms, что построил его своими руками и свалил оттуда подальше от жены и детей. Ну а кто-то считает, что это не совсем миф и это может быть своего рода выход из симуляции. Чтобы понимать всю суть этой истории, вы должны знать немного о том, как появился так называемый Backrooms. Первый раз упоминание о Backrooms было еще в 1989 году в Калифорнии. В том году там было мощное землетрясение, которое унесло за собой много жизней. Так вот считается, что именно там и образовалась так называемая аномалия. А после этого ссылаясь на эту историю и придумали такую игру и так далее. То есть это что-то вроде пространственно-временной бреши между двумя мирами. И попасть туда можно в любой момент, провалившись через текстуры нашего мира. Но самое криповое здесь то, что время в том мире и в нашем идет по-разному. То есть попав туда, пробыв там год и вернувшись обратно сюда, вы обнаружите, что здесь прошло только 3,5 минуты. В принципе, никто даже не заметит твоей пропажи. Но все это лишь предположение, которое доказуемо так же, как гороскопы. То есть никак. Но вернемся к истории с этим парнем. Все началось с того, что Сэм Пирс решил отправиться в путешествие со своей женой и детьми. И как не иронично, путешествовать они собирались как раз по Калифорнии. Все случилось на третий день их отпуска. Они подъезжают к уютному озеру и в шоке от эстетичных видов этого озера, начинают разбирать палатки и решают остаться там на ночь. Пока жена с детьми там чилятся, то муж решил отойти немного подальше в лес, чтобы, видимо, сделать свои мокрые дела. Но странности начинаются уже в этот самый момент. На записях с камер видно, как он стремительно уходит вглубь леса и идет так на протяжении 10 минут. То есть все похоже на то, что он как будто бы шел к определенному месту. Вряд ли он так сильно боялся, что кто-то там его корнишончик увидит. То есть, скорее всего, он искал что-то конкретное. И вот тут самое интересное. В какой-то момент жена Стива замечает, что его уже долго нет и решает пойти его искать. Обойдя какую-то часть леса, она понимает, что он пропал. Вызывает полицию, так как понимает, что сама она вряд ли его найдет. Но тут происходит интересный момент. Пока едет полиция, жене на телефон приходит сообщение со всего одной видеозаписью. То есть, никакого текста, всего один видеофайл, который и подтверждал все ее опасения. Судя по всему, ему показалось, что он нашел то самое место, которое искал. Но зайдя внутрь, он понимает, что как минимум это все выглядит достаточно странно. Когда полиция приехала, они еще раз прочесали весь лес в радиусе одного километра. И не нашли ничего похожего на то, что было на этом видео. Сэм Пирс был объявлен в розыск, а дело так и осталось незакрытым. И, естественно, жена оказалась первой подозреваемой. Кстати, чаще всего так и происходит. Я имею в виду, что когда кто-то из супругов умирает, чаще всего в его смерти ввинят второго супруга. И в итоге так и оказывается. Но тут есть очень интересный момент. Вы помните то правило о разности времени. Как сказала жена, то она заметила пропажу мужа примерно только через 20 минут. Соответственно, в теории, муж только на тот момент мог находиться там уже на протяжении 5 лет. Так что я предлагаю считать, что мужика просто похитили инопланетяне. Куда логичнее, правильно? Но точно не логичнее, чем оформить бесплатную дебетовую карту Тинькофф Блэк с единорогом Ти. Ее обслуживание абсолютно бесплатно, если вы школьник или студент от 14 до 22 лет. Тут даже никакой магии не нужно, чтобы экономить и зарабатывать реальные деньги с ее помощью. Ведь вы можете получать до 7% годового дохода по накопительному счету с подпиской Тинькофф Про. Также каждый месяц вы можете просто выбрать 4 категории трат. Например, одежда, музыка, доставка и транспорт. И получать по ним до 15% кэшбэка рублями. Самое главное, что вам не нужно платить никакой комиссии за переводы в другие банки по СБП. А еще за каждого вашего друга, который перейдет по вашей ссылке приглашению, вы получите до 5000 рублей. Так что переходи по ссылке под видео и оформляй карту Тинькофф Блэк с единорогом Ти. И поторопись, потому что кэшбэк рублями сам себя не получит. Если вы когда-нибудь любили играть в прятки и прятались там в шкафу, например, то поверьте, после этой истории вы не будете этого делать. Я думаю, что у многих из вас бывало такое, что ваши там старшие братья или сестры закрывали вас в шкафу и держали там какое-то время. В принципе, ничего нет в этом опасного, если только вас не закрыли в шкафу на 6 лет. Что сделали с этой девочкой? Ее зовут Лорен Аткинсон. И ее держали в шкафу на протяжении 6 лет. Когда ее спасли, то врачи были в шоке от того, что они обнаружили. Как на ее теле, так и внутри него. На самом деле страшно даже не то, в каком состоянии она была после этого, а то, как это все произошло. И кто вообще во всем этом виноват. У Лорен еще с рождения пошло все попиз... Она рождается и ее мать Барбара сразу же отказывается от нее. И отдает ее на усыновление. Ее усыновили Сабина и Билл. Как ни странно, это были самые лучшие дни жизни Лорен. Ее приемные родители очень хорошо к ней относились и покупали ей всегда много одежды, игрушек и всяких там остальных прибауток. Но не проходит много времени, как возвращается ее родная мать Барбара и говорит, что она передумала. То есть она хочет вернуть ребенка обратно. И как бы не возмущались ее приемные родители, Барбаре удалось это сделать, так как документы еще не были пущены в ход. Просто чтобы вы понимали, ее родная мать Барбара вела далеко не приличный образ жизни. Но то, что она сделала дальше, это слишком даже для таких людей. Так вот, девочка возвращается в родной дом и уже через несколько недель начинается то самое безумие. Ее родная мать Барбара часто выпивала, из-за чего постоянно срывалась на дочь. Когда ее приемные родители все равно навещали девочку и приходили к ним домой, то замечали на ее теле какие-то красные следы, похожие на свежие удары плетью. Также она замечала кровь во рту девочки. И когда она спрашивала у Барбары, в чем причина, то Барбара сказала, что это просто не твое дело. Так вот, по словам самой Лорен, когда ее родная мать и ее отчим напивались, то они просто начинали использовать девочку как плюшевую игрушку. То есть они издевались над ней и пинали по всей комнате как мячик, просто для развлечения. Она была настолько запугана и боялась сказать даже слово, потому что это приводило к еще большему скандалу. В какой-то момент мать просто ради смеха даже начала топить ее головой в раковине, чтобы они с мужем могли просто угарнуть с этого. Но и это даже не ужас, а ужас то, что когда у них не было денег, то они с мужем даже сдавались своего ребенка, то есть Лорен, педофилам для определенного вида развлечения, так сказать. Чтобы вы понимали, ей было всего три года. И естественно, когда ей все это не нравилось и она постоянно рыдала, ее мать Барбару это достало. И вот наступает тот самый момент. В этот день она закрывает ее в шкафу и больше не выпускает оттуда на протяжении шести лет. Трехлетняя Лорен каждый свой день проживала в шкафу. Кормили ее какими-то отходами со стола или едой для животных. А иногда и вообще забывали про то, что ей нужно что-то есть. Выпускали ее с этого шкафа всего на две минуты в день. И то для того, чтобы ее побить за то, что она там рыдает сидит. День за днем она проводила в этом шкафу, видя весь мир только через маленькую щель. Она просто перестала понимать, где вообще она находится и кто она такая. То есть представьте, насколько деформируется сознание человека, который просто никак не коммуницирует с окружающим миром. Она в принципе выжила только потому, что одна из сестер подкармливала ее украденной едой для животных. В один прекрасный день все заканчивается. Мать поругалась со своим мужем и он в отместку ей решил все рассказать органам опеки. Так вот, когда полиция приехала в их дом, то они были в шоке как минимум от того, насколько сильно воняет в их квартире. А как максимум от того, что они увидели в шкафу. Тело на тот момент уже 8-летней Лорен было похоже на тело 3-летнего ребенка. Она весила всего 11 килограмм, ее зубы были сломаны, живот вздулся, а на задней части ее тела полностью слезла кожа. Просто вы не забывайте про то, что ее туалетом по сути и был этот шкаф все это время. Врачи давали Лорен несколько месяцев, но случилось чудо и она все-таки выжила и поправилась. Так что можно даже сказать, что эта история закончилась хэппи-эндом, потому что Лорен после этого даже поступила в школу, а потом и в колледж. Ее мать Барбару и мужа посадили на пожизненное. Просто тут есть немаловажный факт. У этой семейки было в общей сложности 5 детей. И почему-то именно к Лорен они относились таким образом. А все остальные дети были не обделены вниманием и никто их как минимум не избивал. Но суть в том, что такие события это не единичный случай. Вы же понимаете, что такого полно в нашем мире. Возможно именно в вашей семье присутствует насилие и вы должны понимать, что это не окей. И как минимум вы обязаны все рассказать хотя бы своим одноклассникам в школе. А к подобным родителям у меня всего лишь один вопрос. Зачем вы рожаете? А мы переходим к следующей истории. Наверняка все из вас представляют работу охранником или сторожем, так что ты просто всю ночь сидишь там и листаешь тикток. Так вот так же ее представлял и этот чувак, который устроился сторожем в школу. Но он даже не подозревал от чего ее придется охранять. Этого парня звали Амир Васкуна. Ну, возможно еще зовут. Чтобы как-то обеспечивать свою семью, в 2017 году он решил найти себе работу. Но, к сожалению, из-за бестолковости его принимали только охранником. Не самая худшая работа для него, скажите вы. Но на самом деле самое. Он буквально не переносил темноту и был очень пуглив. Его друзья-алкаши, естественно, знали об этом и не раз пугали его и прикалывались над ним. Но в этот раз Амиру было совсем не до приколов. Каждую ночь ему приходилось оставаться один на один с огромным зданием, которое на протяжении всей ночи ему нужно обходить несколько раз, держа всего лишь один фонарик в руке. По словам жены Стива, это случилось на четвертую ночь. Он уже начал привыкать и, в принципе, решил, что потихоньку поборол свой страх темноты. Но поверьте, он немного поторопился с выводами. Примерно в 2 часа ночи Амир услышал странный звук в коридоре. Похожий на скрип кровати, как будто бы на ней кто-то прыгал. И тут Стив понимает, что никакой страх он не побаровал и вообще лучше увольняться из этой работы. Но все же из-за чувства долга, видимо, решает проверить. Он сваливает в свою коморку, закрывается там и надеется, что это был просто дурной сон. Но тут его осенило. Он вспомнил, что он рассказывал своим собудыльникам о том, в какой именно школе он работает. В этот же момент кто-то стучится в дверь. Он открывает дверь и к нему в комнату вламываются довольные от смеха его друзья. С Амир расходит 17 холодных потов. Они смеются, прикалываются, угорают с того, что Амир повелся на этот прикол. Но после этого друзья уходят по домам, а Амир возвращается на охранный пост. И вот тут начинается самое интересное. Проходит полчаса с того момента, как ушли его друзья. То есть на часах примерно 4 часа ночи. Амир потихоньку засыпает на своем кресле, одним глазом поглядывая на камеры, а вторым сны. Тем одним глазом, который по какой-то случайности смотрел на камеры, он замечает некое движение. Он встает с кресла и начинает смеяться, думая, что это один из его друзей остался, чтобы еще раз его разыграть. Но подойдя ближе к этому месту, улыбка пропадает с его лица. Он сидел вот в этой комнате с камерами наблюдения, а то, что он там видел, находилось вот здесь. Соответственно, вот этот кто-то или что-то находилось там все время рядом с Амиром, а он просто этого не замечал. Он решает еще раз обойти эту камерку, все-таки надеясь на то, что это кто-то из его друзей. Глядя на подобное видео, мне начинает казаться, что охранникам в Мексике пора бы поднимать зарплаты. Не знаю, может быть это какой-то школьник-двоечник пришел исправлять контрольную по математике. Ну, либо это все-таки один из друзей Амира, который так и не признается. Факт остается в том, что Амир больше не появлялся ни одного дня в этой школе. Так что лучше ходите сейчас в школу в роли ученика, чтобы потом туда не ходить в роли охранника. Ну, а с вами был Михаил. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, для того, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ну, ну вот шо вы смотрите? Вот шо? Вы хотите, чтобы я снял кепочку и показал вам свою лысину? Не вопрос. Не вопрос. Пожалуйста. Ладно. Хорошего понемножку. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова